Подпишись на канал, жмякни колокол и лайк не забудь поставить. Давай-давай! Болгарский боксер успел заявить, что бой, запланированный на 20 июня на лондонском стадионе Тоттенхэм, перенесут на более позднюю дату. Тем временем Эдди Хирн заверил, что говорить об этом пока рано. Мы все еще нацелены на 20 июня. Мы постоянно поддерживаем связь с Тоттенхэмом. Если сезон футбольной премьер-лиги будет продолжен, то нам, вероятно, придется перенести поединок на юль. Но сейчас основной вариант 20 июня. Я думаю, что если бой Джошуа с Пулевым не состоится летом, то, возможно, поединок Энтони с Фьюри внезапно станет приоритетным. Сейчас много может произойти. Я имею в виду, что все возможно. Согласно контракту, Дуантей Вайлдер хочет в следующем бою провести реванш с Фьюри. Этот поединок может состояться в июне, а в случае форс-мажора его придется перенести на октябрь, ноябрь или любой другой месяц. Сейчас мы настроены провести бой с Пулевым 20 июня. Поединок может состояться 25 июля. Но на данный момент царит полная неопределенность. Тем временем наша страна вместе со всем миром пытается сдержать эту пандемию. Также вот вам и комментарий промоутера Кубрата Пулева Джона Вирта. Как я отреагирую на слова Кубрата? Не знаю, что сказать. Мы говорили ему, что возможно бой придется перенести. Но на данный момент ничего не поменялось. Поединок Джошуа Пулев пройдет 20 июня в Лондоне. Мы все еще не проводили никаких пресс-конференций. Не начали продавать билеты. Я не вижу смысла торопиться. Зачем отменять то, что пройдет аж через 3 месяца? Но даже если это произойдет, мы сперва обсудим это все с нашими коллегами из Матч Румбоксинг и Топ Рэнк. Тренер Андрей Розье, работавшись с Дэниелом Джейкобсом, считает, что Канело Альварес способен нокаутировать лидера полутяжелого веса Артура Бетербиева. Я лично думаю, что Канело не вернется в средний вес. И ему было очень комфортно в полутяжелом весе. Я бы на его месте не возвращался и не узнурял себя с гонки веса. Я искренне считаю, что он бы победил всех чемпионов полтяжелого веса. Я думаю, что он бы нокаутировал Бетербиева. Бетербиев не намного крупнее Канело. Я думаю, он бы смог его нокаутировать. Сейчас я поклонник Канело. Настоящий фанат. Эксперт BoxingNews24.com Шоан Джонс дал совет Геннадию Головкину на его третий бой с Аулем Альваресом. Если посмотреть на два предыдущих поединка Канело-Головкин, то становится очевидным тот факт, что Triple G никогда не получит судейское решение в свою пользу в сражении против популярной мексиканской звезды. Головкин должен внимательно оценить свои шансы и грамотно все спланировать. Что Головкину приносило большую пользу в прошлых битвах, так это его постоянное давление на Канело с использованием безостановочных ударов. Мы могли наблюдать за этим в последнем раунде их первого поединка. Triple G измотал Канело и заставлял его отступать. Если бы Головкин изучал прежние бои Канело, то он бы заметил, что мексиканцу нужны перерывы на отдых. Канело атакует рывками, а затем отдыхает. Бойцы, имевшие определенные успехи против Канело, не давали ему времени на это. Если Головкин сильно прижмет Канело в первые три раунда и ни на секунду не будет останавливаться, то измотает его и нокаутирует. Канело это контрапанчер с плохим кардио. Контратакующие боксеры эффективны только в редких наступлениях противников. Чтобы таких победить, нужно форсировать и выжигать их. Александр Усик заявил, что готов в будущем провести реванш против Мурата Гассева. Часто задаваемый вопрос, что я могу сказать о Мурате Гассеве. Великолепные слова, замечательный спортсмен, воспитанный человек, благодарность родителям за воспитание такого мужчины. Хотел бы я провести еще один с ним поединок. Если это будет иметь смысл, то почему бы и нет. На данный момент я об этом не думал, я не знаю. Хочу, не хочу, я не знаю. Даже не могу вам представлять и ответить на этот вопрос. Если это будет как-то выгодно нам обоим, то можно провести поединок. Почему нет? Глава топ-рэнк Бопарум подтвердил, что поединок за статус короля легкого веса между Василием Ломаченко и Теофимом Лопесом, запланированный на 30 мая, по всей видимости, придется отложить на непределенный срок. По словам Арума, он ничего не может планировать, поскольку не знает, сколько еще продлится карантинные меры. Я не гений. У меня нет ответа. Я не собираюсь нести какую-то чушь. Я ничего не могу ответить, поскольку не знаю. Я не собираюсь говорить что-то только ради того, чтобы утешить болельщиков. Мы можем перепланировать бой на июнь, но ради кто-то знает, что будет в июне. А что нам делать с маем? Мы не знаем. Запланировать поединок и сказать парням, чтобы они начали подготовку к бою в мае? Это непродуктивно. Ведь мы ничего не знаем. Мы лишь маленькая деталь в целом колесе. В национальной баскетбольной лиге и главной лиге бейсбола ничего не знают. Что уж тогда говорить о нас? Энди Руис-младший выложил в своем инстаграме видео, на котором он спаррингует с цель чемпионом UFC Андреем Орловским. Мне было 16 лет. Когда я имел честь спарринговаться с чемпионом UFC в тяжелом весе Андреем Орловским. Несмотря на то, что суперкрутой парень оправдал свое прозвище, мне все же удалось доставить ему неприятности. Спасибо, чемпион. Так много замечательных воспоминаний о Вилл Карт Боксинг Клуб, в котором Фредди Роуч оттачил мои боксерские навыки. Извините за качество. Эрл Спенс назвал потенциальных соперников на свое летнее возвращение. Я уже в тренировочном лагере. Буду драться в августе. Юль или август. Кто будет соперником, не знаю. Если Пакео готов, буду биться с ним. Может быть, Дэнни Гарсия. Что касается Крофорда, то если не в этом году, то точно встретимся в следующем. Я вас уверяю, этот бой будет. Дэвин Хэйни продемонстрировал скоростную работу на лапах, на которых ему ассистирует бывший обладатель титула Микки Бэй. А на этом выпуск подошел к концу. Спасибо вам, ребята, за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик и оставлять свое мнение в комментариях. Всем крепкого здоровья и увидимся совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok